все знают эти машины и наконец-то у нас долгожданное сравнение выскочки который запрыгнул очень высоко в нашем рейтинге по факту как я уже вам рассказал в первом тесте представляет из себя нечто уникальное для концерна черри хотя все вроде бы похоже но по крайней мере следующего уровня для них и конечно же манджар тоже обновленные которые опять не заметишь что он обновленный но это пока что лидер нашего рейтинга и никто к нему так близко прям близко и не подобрался хотя как уже давным-давно на втором месте и такой типа сейчас в общем в любом случае как у нас семиместный а эти машины две пятиместные и как я и говорил именно джеку максимально близок из всех вообще автомобилей по какой-то идее к манджаро и сегодня благодаря нашим углубленным тестом мы с вами и поймем насколько он близко а может быть где-то даже в чем-то его и превосходит начинаем научите меня ребят но это вообще не победить мне кажется и опоросы есть чувство что я кому-то подыгрываю багажник подпрыгает уже серьезно будет а я уж молчу по поводу веток и пней да зачем мне это нужно ну что джеку ты готов сзади то вообще на них посмотришь видно кто у кого списывал прям вообще даже не не как вот ты ладно они там сделали вид что не совсем немножко убрали храм ульки какие-то сделали под уже задние фонари но блин капец спереди ладно тоже есть некоторые похожие акценты но тем не менее отличается машина больше внешне больше по габаритам больше колесная база правда чуть чуть поменьше но это вот прям та самая платформа которую вы все прекрасно знаете от exida rx сейчас до максимально близко с адаптивными амортизаторами что круто в принципе это же такое уникальное предложение по рынку и двухцветным окрасом у манжаро может быть матовый вот этот окрас который модный максимально у джеку если честно мне больше всего нравится черный именно там вот эта решетка начинает играть лучше всего белый тоже неплохо но черный прям вообще то есть вот эти части пропадают горят только вот эти издалека едет прям панторец конкретный но больше всего по внешке вас будет интересовать клиренс который одинаковый по ттх 210 миллиметров тут 210 миллиметров там но опять же база большего манджара свес вы видите разные опять же обвесик вот этот пластиковый который был бы у манджара может быть да но слишком далеко хотя бы на арках единственное что остался и все у джеку нет и этого у него все в цвет кузова обратите внимание поэтому его будет жалко если куда-то поедете вот так вот об траву его при пене кап колючки а я уж молчу по поводу веток и пней и вот тут наверное самое важное сразу посмотреть насколько лкп отличается по толщине то что манджаро не матовый как раз норм можно это увидеть а здесь надо просто посмотреть и вспомнить в любом случае они оба оцинкованы это значит у вас вопросов быть не должно по поводу их долговечности плюс каждый производитель дает достаточно большую гарантию хоть она уже и не стала там семилетние учили до 3 плюс 4 у манджары это просто пять лет у джили от манджара самая слабая деталь это багажник низ 82 80 89 84 86 крылья и крыша уже 103 128 вот здесь вот да в этих местах 114 то есть без матовой то покраски он тоже не так уж и круто 117 чермет крыша то не оцинковано опа на вот тут все начинают снова переживать да а я уже тоже у меня из головы то вылетело я думал что манджаро так как топовые он весь чермет 105 что он весь оцинкованный а нет крыши то нет все то остальное понятное дело но вот уголки например так как часто 77 китайцы не докрашивают сюда мы смотрим 78 маловато скажу я вам ну и капот понятное дело 112 здесь 93 89 100 ну как бы тоже меньше слой так что есть особенности которые тоже похожи на концерн черри потому что вот здесь вот 103 а чё джеку не типичный представитель 103 наоборот больше вы посмотрите его лучше покрасили чем exit офигеть ну так здесь то вообще у нас должно быть 130 да и все оцинковано двухцветная еще и толще 120 130 кромка 117 108 124 толще крафка офигеть вот это вот это удивление я забыл если честно тоже на эту тему в джеку еще и краска толще 130 120 везде это не там где черная типа двойной какой-то окрас а он и не двойной так здесь пластик а за крышку вы не будете переживать джеку смотрите чё да потому что она пластиковая а у манджара она просто послабее покрашена так это еще один намек на тему того что все-таки это не типичный представитель до концерна уже есть и косяки если у джеку это пока что такие какие-то помелчи то у манджара начинают всплывать на формах не только претензии к ручкам и к пинающемуся автомату но еще и у кого-то что-то посторонние звуки в двигателях но конечно пока что это очень малый процент можно его списать на какой-то мизерный процент брака потому что я даже знаю одну историю когда двигатель этот лег по технике на самом деле они тоже близки однако есть такие максимально и беспокоящие всех различия в обоих случаях это 2 литра turbo 2 литра turbo 238 лошадиных сил и 350 ньютон метров момента и 2 литра turbo 249 лошадиных сил больше ничего себе и 385 аж ньютон метров момента тоже больше но главное отличие наверно не в этом этот двигатель вы хорошо знаете это двигатель вы хорошо знаете уже тут нечего рассказывать и дополнять есть на всех моделях концерна разной степени форсировки но даже на pro maxi который 197 силы был у меня он шарашил просто как ненормальный хороший движок раскрывающийся на верхах и в этой связи особенно если учесть какие коробки здесь у нас восьмиступенчатый автомат айсен да мы тоже его прекрасно знаем быстрый бух согласованный с этим двигателем с педалью газа прям все классно а здесь нас робот который тоже мы прекрасно знаем но тоже отличающийся настройкой уже на джеку потому что здесь нет проблем таких на как на про макси со стартами но об этом чуть позже расскажу вообще что он дает на ходу и самое важное что он может эти передачки нарезать очень быстро да быстро переключить кто будет быстрее из них при том что джеку то не такой и легкий он все-таки потяжелее давайте это выясним раз-два-три поехали хороший старт манджаро выпрыгнул ну я буду его догонять или нет нет не буду 8 и 2 но мы помним что манджар ты из восьми выезжает нет к сожалению походу без шансов давай еще раз но 8 и 2 хорошие секунды помните сколько попыток мне потребовалось чтобы его разогнать на первом тесте а сейчас он сразу поехал но потом не догнал я думал на скорости будет отчет нет ну что попробуем давай раз два три опять меня чуть дольше старт могу конечно это контролировать но придется раньше отпускать но вот скорость скорость у нас 8 19 еще быстрее но манджаро по чуть-чуть по чуть-чуть на уходит и понятное дело что со старта вы вряд ли будете соревноваться особенно если у вас робот наверное стоит его поберечь он хоть и получше настроен но тем не менее а вот разгонная динамика уже со скорости обгонная точнее динамика да она важна важна для любого автомобиля какой бы он ни был и вот здесь все уже может сложиться по-другому на третий раз два три погнали на скорости на скорости на 3 я ухожу раз два три погнали он на четвертую перешел смотрите обгоняю обгоняю манджаро тормозим до ухожу быстрее джеку быстрее на скорости и про размеры вот я вам вначале сказал больше да у нас получается джеку и это значит что это значит что в принципе это должно чувствоваться везде но мы знаем с вами есть один момент который связан вообще в принципе со всем концерном черри производит впечатление всегда автомобиль что внутри узковато меньше места плюс они еще любят вот эти дутые панели дверные карты тебя сдвинуть этими центральными тоннелями поэтому давайте проверим насколько все таки в реале это все отличается куда пошли сантиметры в манджаро куда в джеку почувствуете ли вы эту разницу в просторе внутри начнем с посадки ведь это наверное самое важное в автомобиле что в первую очередь вы заметите перепрыгнув с одного автомобиля в другой здесь посадка как будто бы правильнее диапазон регулировок опять же тоже само сидение по спинке сто процентов лучше потому что рельеф продуманнее благодаря центральным вставкам более цепкое само сидение вообще в принципе там наоборот сделано кстати как раз вставочки по бокам именно но само сидение может быть даже чуть покороче однако к посадке вопросов никаких просто потому что регулировки все большие ноги влезают центральный тоннель вас не поджимает так сильно как джеку соответственно чувствуешь себя здесь просто просторнее в этом наверное самая важная особенность манджара можно усесться и длинноногом причем слева место остается гораздо больше чем даже справа у вас такое смещение от двери может быть в силу безопасности но самое важное на что обычно обращают внимание все то что машина не выглядит узкой в отличие от всех черевидных автомобилей да и соответственно как будто в манджаро лучше по ширине и по простору лучше ли по материалам и потому как все выглядит если честно тут вот рестайлинг вообще ничего не затронул поэтому на местах все вот эти вставки чуть-чуть возможно изменилось у вас где-то обивочка про строчка наверное даже больше экрана стали чуть-чуть побыстрее но опять же они пустоватые там нет apple carplay android auto все обещают никак не сделали там нет возможности ставить приложение которое бы ты хотел например по картам но если только у вас официальная машина не официальных то естественно умельцы уже все делать динамиков поменьше но аудиосистема по качеству звучания воспринимается даже чуть получше чем джеку вот наверное особенность опять же место под мобильный телефон у вас практически одно можете конечно тут впихнуть 2 но скорее всего они у вас это не очень получится если только они небольшие ну и джойстик на классическом месте который надо два раза тыркать это вызывает некоторые вопросы то что нет нет нейтрал очки но все равно повиснешь даже несмотря на то что там у нас автомат ну из особенностей это 6 подушек безопасности а в джеку в 10 это наверное тоже может повлиять на ваш выбор потому что очень часто все на это смотрят кстати по материалу да то что вот тоже черная крыша у вас здесь внутри такой темный салон с зелеными сине-зелеными вставками вот это алькантара даже по ней видна разница потому что в манжаро она вот тут только она нормальная вот на стойках она один в один как в джеку а на крыше она какая-то более плюшевая более тканевая как будто бы ну другая то есть ты вот этого качества такого как там его не ощущаешь в джеку смотрите какие дела эргономика посадки на самом деле чуть похуже потому что сам рельеф спинки например другой она как будто бы тебя больше выпирает сидуха вроде бы длинная но нет регулировки именно по наклону то что вам бы хотелось наверно отрегулировать под себя под свои ноги и прочее сами регулировки на двери кому-то удобнее кому-то нет но наверное самое важное что они могли сделать и сделали это перенесли рычаг под руль управление роботом опять же у вас здесь стало больше места и вот этот блок точно эргономичнее потому что и два места под зарядку и подстаканники в удобных местах не где-то тут нормально прям вот как надо и опять же кнопочки или сенсоры быстрого доступа которые сделаны в том числе еще и красиво вот тут вот есть бок бокс ну тут понятно что это все похоже в остальном архитектура также много места оставили слева от двери в остальном из-за того что он весь такой весь в наплывах кажется что место действительно в ширину может быть и чуть поменьше но посадка за рулем в принципе не страдает здесь уместятся аналогичные по комплекции водители как мне кажется и вопросов у вас не будет еще тот случай когда черри оставили под рулевые лепестки ну просто потому что роботы здесь хорош хорош надо пользоваться иногда ну и вот то о чем я вам говорил сам потолок ну поинтереснее плюс смотрите что умеет козырек это такие эргономичные моменты которых во многих автомобилях сейчас у нас нет сама шторка панорамная крыша не только подогрев и вентиляция но еще и массаж пожалуйста настраивайте и как-то в целом вот на это когда смотришь выглядит побогаче просто потому что ну наверное чуть-чуть поновее это новая волна черри внутри в салонах джеку она уже классно смотрится с черным салоном мне кажется даже более выигрышно чем с вот этим вот их песочно коричневым каким-то еще мне нравится воздуховоды то что их можно направить абсолютно куда хочешь практически до каждый их тут три пожалуйста организуй себе хоть обдув даже практически на зарядку хотя он тут для нее вроде бы тоже есть вот сижу нами на это мне спину в принципе весь вопрос наверное будет разве что к этому тоннелю как я уже и сказал в остальном все отлично все подогревы также как там давай на задний ряд будем смотреть как там сели одинаково ну и конечно главная фишка которой нету манжара может быть это и к лучшему а может быть просто меньше попантоваться можно это кнопка электрозамков которую нажимаешь двери открываются если что ручка есть внизу но тем не менее это уже вот они могли сделать сделали опять берем манжара как эталон просто потому что он у нас везде на первых местах да смотрите сам за собой хотя там сел максимально абсолютно вальяжно как мне удобно показать чтобы что можно все практически длинная сидуха хороший наклон опять же небольшие регулировки по наклону есть подлокотник хороший по ширине на разных уровнях правда в том числе место над головой просто дофига влезаю третья зона климата пожалуйста есть подогрев сиденья есть твою избе есть и вот мы поэтому именно здесь все и заряжаем соответственно сзади один из лучших наверное задних рядов просто потому как все организовано и вам здесь будет комфортно пошли посмотрим-то садре регулировочки пожалуйста раз уехал третья зона климата тоже есть подогрев есть два глаза вот такие с рожицами есть юсби не 2 type a type a type c все в остальном здесь по сидушке смотрите есть удлинение для двух пассажиров в крайних да в том числе она чуть чуть пониже по ощущениям ну как кажется вот на может быть на пару сантиметриков пониже по самой длине короче вот не короче точно вот этой части но вот здесь вот короче сама по плотнее рельеф я бы хотел как говорится на регулировку и она есть видимо потому что все таки в китае предусмотрено причем регулировок гораздо больше у спинки еще и третий ряд если что возможность единственное что тут вот она уже не ездит хотя как будто бы тоже это возможность должна быть сам подлокотник тоже высоковат с какой-то вот этой уже пластиковой вставкой здесь отдельно ну и самое важное наверное на что нужно обратить здесь внимание потому что над головой для ног и до спинок тоже предостаточно места тоже здесь комфорт вот что эта опция есть не у всех вообще в принципе даже странно что она есть именно в джеку g8 потому что даже в эксиде который по субординации выше вот этого нет и это действительно круто эта фишка практически заднего ряда при том что не скажу что он прям сильно комфортнее в любом случае здесь тоже неплохо вам будет комфортно место много минусов по заднему ряду их нет но и если по салонам вот этой разницы по габаритам не чувствуется хотя по всем измерениям в принципе джеку g8 чуть-чуть побольше то значит наверняка эта разница есть багажниках тут важны не цифры а то что у нас есть возможность как раз таки это все рассмотреть наглядно как у нас есть шторка от манджара и его очень большой багажник в сегменте в принципе он хорош поэтому мы ее возьмем вот так вот коврик этот и сравним объемы пошли и сразу я я уже вижу разницу просто потому что здесь никаких боковых кармашков ничего такого нет но на удивление вот этот коврик встает практически идеально с небольшими особенностями здесь посмотрите 5 сантиметров где-то в ширину и с небольшими выемочками до которые еще больше чем у этого коврика но однако карманов боковых здесь нет то есть только вот под маленькие какие-то ваши вырезы которые там чуть вы найдете но в длину как раз таки он это и выигрывает получается он шире но чуть-чуть покороче немножко другой форм-фактор да и без боковых карманов но важнее наверное то что у вас здесь многие сейчас начнут писать да зачем мне это нужно потому что ты попробуй его достань но все-таки это полноразмерное запасное колесо у нас на рынке и это очень круто потому что это колесо 20 245 50 обычно никто не кладет уже такого размера эти колеси ну потому что ты постоянно его возишь во-первых здоровенную тяжесть во вторых тягать неудобно но если оно есть всегда спокойнее как-то на душе согласитесь да правда это лишило его как раз таки подпала и каких-то еще больших органайзеров хотя по бокам какие-то вот эти мелочи домкрат и аварийные знаки что-то распихать сможете как и сюда и смотрите есть обивка пола тоже плюс большой потому что ну шумки явно здесь побольше побольше ну и вообще все в принципе обид и так покруче пошли забираем эту обратно полку и возвращаемся в манжарик его плюсы это как раз то что если вы захотите положить си орг с собой которые взяли то можно его спрятать в нишу там влезает еще сколько места в ширину получается да вот здесь коврик раскладываете и под полом у вас еще одна ниша потому что как раз таки полноразмерного запасного колеса нет а есть докатка но вот здесь вот уже под этим полом здесь все совсем без всего под до каточкой чтобы она тут не добежала проложено а здесь все голый голый зато видно что с боков у вас видите какая шумка стандартная базовая шторка есть это хорошо крючки выбитые почти с облоями должны были быть но их подпилили и поэтому нет хорошо есть и 12 вольт розеточка тоже есть подсветка ну логично тоже здесь опять же тоже шторка крючки вот такие вот выдвижные 11 крючок почему один то странно хоба по высоте пол и сама погрузочная вот эта история чуть повыше ровного пола прям нет но постарались небольшим подъемом туда то есть ну вот эти вот части боковины конечно съедают ваше место чуть-чуть шторку убрать естественно легко багажник будет большой как в принципе все и здесь здесь уже по-другому организовано рычажки сверху но пол более ровный чувствуется по ширине у вас больший запас из-за того что не так много вот этих вот историй но опять же из-за вот этой штуки скорее всего что-то прям супер широкое не перевезете чуть может быть ровнее пол но тоже не идеально погрузочная высота на пару сантиметриков может быть чуть пониже и еще очень важный момент смотрите рост 188 под манджаро просто захожу как вообще к себе домой называется просто молодцы потому что у меня в иксе вы помните я все время их ругаю за это то что они не делают высокое открывание но даже здесь смотрите я тоже влезаю то есть джеку в этом плане выигрывает опять же даже у более старшего иксида вот так молодцы но и обратная история вот он коврик от джеку мы его вставляем максимально ровно здесь он естественно чуть-чуть не влезает но вот по длине аж 5 почти 7 нет не 7 даже нет не 5 здесь выравниваем с боков влезает естественно а вот здесь посмотрите еще 78 сантиметров ну не 10 но 8 сантиметров длину соответственно чё получилось в ттх указаны у нас литры какие запаской без вот этого пола с огромным коробом но там лежит запаска а по своим просто величинам по габаритам он не такой уж и гигантский видите что мы сегодня в такой обстановке удачный достаточно хоть она у нас и изменилась немножко местами но тем не менее надо посмотреть на привод двух автомобилей хотя с манджаро вы скажете все уже понятно было и путешествие горы покоряли и ездили на оффроуд сто раз и зимний и летний какой только не был поэтому сегодня он в качестве как раз таки этого идеального инструмента который на фоне которого будет видно все про j8 потому что условия будут одни и те же время зацеп даже да и мы помним что у джейку то были какие-то проблемы уже 8 до действительно он там что-то на камешках у нас делал странное но есть один момент по крайней мере сюда я приехал на нем сильно комфортнее я про это рассказывал вам я по всем буераком вот этим вот лесным дорожкам каким-то неровностям здесь которые хоть чуть-чуть скруглены но даже крупные на нем еду действительно комфортнее по подвеске просто даже он здесь меньше отстреливает он здесь прям такой как кораблик и это вот плюс на самом деле про подвеску мне кажется надо побольше углубиться в этот вопрос тем более что совсем недалеко от нас дорога для пузатерок и на ней еще ни разу не было манджара поехали начнем с 50 даже 60 что-то заехал много 60 много 56 57 58 держит но иногда пробои 58 начинаю ловить пробои но в принципе сглаживает неплохо давайте посмотрим на более крупных волнах кстати с ними справляется хорошо вообще прекрасно вот с длинной волной справляется неплохо с короткой уже похуже пробои на 57 58 начинают появляться но задел такой и сглаживание но по мне было видно в принципе да достаточно неплохое также сразу же контролируем стыки смотрим те которые поменьше также чувствуется что она справляется на больших но чуть скругленных неровностях но вот если неровности жесткие то вот чувствуете да даже какое-то подбалтывание легкая но ловим но в принципе прям на сиденье это некомфортно по слуху некомфортно где-то кажется может быть по машине чуть-чуть прилетает но на сиденье на тебе этого мало это кстати хорошо хороший пример смотрим манджара также на 50 57 50 60 ой нет 60 60 тоже неплохо еду смотрите но пробои кстати похоже очень по запасу ой здесь на волнах и тогда багажник подпрыгивает ой более сильнее распрыгивается то есть хуже сглаживает эту волну длинную как раз таки получается стыки разного калибра называется вот тут у нас обалдеешь как будто бы по комфортнее я не ощущаю что подвески больно он эту стыке лучше проходит хотя вот он покрупнее и тоже она прям врезается туда колеса врезаются на тебе одновременно с этим чуть побольше чем в джеку то есть поджиг в джеку слышнее к подбалтывание тоже чувствуется но комфорта на сидухе больше в манджара он их как будто бы кажется что чуть получше проезжает по самому по боли от машине до сколько достается но при этом на сидухе чуть побольше мне кажется то есть по энергоемкости они очень похожи обалдеть это удивление на самом деле я не ожидал это я сейчас еще в комфорт не перевелся джеку сейчас я переведусь в комфорт потому что это был спорт на амортизатор там же адаптивный аморт посмотрим что в комфорте будет стандарт средний спорт но я в стандарт но типа это наверное комфорт все-таки едем смотрим в комфорте и стыки и все остальное на 40 начинаем 48 52 53 нет но я ловлю правым колесом все равно время от времени при этом еду ой нет 56 57 тоже тоже пробои от стрелы правое колесо все время переднее причем это делает в комфорте по этой длине волны хуже эти уже чем манджара короче в спорте длинную волну лучше сглаживает у вас есть возможность настроить как чё получше по ощущениям этого в манджаро нет до адаптивных амортов так в комфорте стало ли лучше если честно мелкие еще лучше крупные по-прежнему нет все-таки прям больно он них проваливается у него знаете вообще очень похожая история на ваг вот я после того как мы все-таки проехали дорогу для пузотерок понял один важный момент что машина очень сильно похожа по своим повадкам на кодиак пусть не один в один естественно до кодиака есть куда стремиться по энергоемкости надо еще скачок сделать но вот сколько есть ее она похожа по ощущениям на кодиак манджара однако не удалось это повторить и это тоже круто потому что он управляемый интереснее ехать любые повороты это стихия манджара сразу поедете у вас улыбка до ушей там такого не будет переводись ты хоть в любой весь этот спорт все равно этого не получишь потому что этого там нет не заложено изначально это просто машина на комфорт а эта машина даже порулить один из немногих кроссоверов и в этом он уже больше похож на немцев вот в чем фишка здесь я больше обращаю внимание на эту управляемость и на то как все остальное под это подстроен ваша посадка эргономика и все такое именно поэтому он лидер как если они туда добавят управляемость все прощай манджара называется еще интересный момент если вы поедете уже быстро вы помните до манджара чувствительный ты много в нем чувствуешь тебе нравится ехать и все такое но благодаря этому же благодаря этому же на скорости он менее стабильный и менее уверенный в себе грубо говоря парень потому что ты едешь тебе надо подруливать а в джеку такого нет у него как раз таки стабильность паровозная практически на высокой скорости это я больше 160 170 вот так вот примерно говорю то есть это важно ну манджар мы знаем и пораньше но просто он чувствительнее относится к колее получается поэтому это заметно 245 50 r20 и вы не поверить но гудьерда игл f1 по традиции 245 45 r20 то есть побольше там все-таки профиль то да может быть еще и там вот часть блин отсюда он вот снизу вообще выглядит круто я понял мне кажется откуда его дизайн как его разрабатывали на него надо смотреть снизу все закончили со скучной частью а теперь оффроуд ну это вообще не победить мне кажется это как вот это вот это вот тоже вообще невозможно рельеф какой рельеф что тут тут была горка какая вы что чем каждый раз делаем одно и то же он растет заново вывешивание с репейниками в общем это то немногое что осталось от нашей дачи горка кроссоверная еще в строю вывешивание номер один яма разный рельеф вывешивание номер два диагональ и выезд наверх здесь делать не будем там перекопано но перекопано как раз горка сторона вот сюда а сторона правая вот сюда два свободно поэтому с поворотом там все равно попробуем два сегодня препятствия и третье естественно на выезд уже по нашей стандартной программе там с некоторыми вывешиваниями перепадами у некоторых тоже проблемы ну что джеку ты готов сейчас все покажем на примере манджаро включаем божественный режим а именно внедорожный с вот таким звуком едем плавно максимально аккуратно вообще вот как может манджаро он аж притормозил раз вывешивание диагональ тащим заезжаем наверх мы проехали представляете и даже в принципе он сильный и не напрягся ну чё классно вообще в легкую прям такой раз раз напряг поехали дальше посмотрим несколько подряд вывешиваний выдержит ли справиться едем так как здесь выключить я блин я сейчас помрую от этой херни как выключить чтоб она не орала извините вы всегда должны слушать как она орет научите меня ребят я не могу я не знаю как это включить отключить вот орет всегда орет что-то не делай следите вот закажу за окружающей обстановкой все все тут едем чуть-чуть потерпите смотрим внешку плавно также едем первого вывешивания едем дальше справляется даже делает рывок потому что дай-ка и вообще он как будто это даже не заметил а чё как как так у этого как будто не то что у него как будто вывешивания не было как будто он просто проехал по геометрии или было второе было позже первое было ага эффективно работу я даже не заметил на самом деле я ожидал что он сейчас такое остановит меня откатиться ну как это было вот на первом тесте да у нас же еще здесь торки у векторинг это две муфты сзади отсоединяемая часть кардана которые типа ради экономии в каких-то режимах может быть да вот именно вот так но ничоси видимо потому что есть всегда зацеп да и у него да здесь даже напряга не было все сработало как надо то что муфта zf здесь не боркварнер здесь zf ее видимо не поменяли и надеюсь не поменяют разве что только автомат мы еще ждем да здесь потом впоследствии но вот интересно даже прям еще раз что проехать точно все нормально я даже не понял если честно где напряг туда надо с поворотом вот туда вот сюда вот сюда 2 ну погнали то есть тут получше да все раскопки перекопки новые сложности новые проблемы ну вот прям хорошо едет мягенько прям нравится но вот здесь что будет что здесь будет вот в чем вопрос включаю режим manual вот где-то вот здесь вот прям вот так вот направо и поехал в минуле на первой передаче вывешивание сложное направо и чё заехал нет погоди у нас должны быть сложности подождите мы с вами это видели прекрасно в первом тесте я ожидал что здесь будет прям прям будет ему прям он стараться будет а пораньше давай попробуем пожестче вот так об так а это блин это в драйв он провалился в драйв провалился и сразу откатывание изобразил так уже серьезно я вижу я слышу точнее я помню да что так не надо поэтому я остановил до того как он сел ты понял офигеть слушайте в ручном режиме он уже так не делает во первых я сейчас опять получается скосил да но все равно он старался и спокойно это сделано передачи продавливая ее не даже не останавливаясь вот этому проезду даже exit позавидует если честно ты помнишь какой ксида было размыкание муфты такое какое-то здесь нет этого здесь просто плавно колесо медленно крутится офигеть просто плавно продолжает купиться когда уже висит вот две муфты что животворящее делают что ли то есть вот в таких моментах когда надо аккуратно как раз переехать переползти уж нас машин бракованы было на первом тесте я просто потому как я сейчас проехал мне кажется что я вообще здесь перееду в легкую все нет нормально но сядешь но сядешь на порог да там ему хватает мощности чтоб не на больших оборотах до себя продавливать если у него были обороты выше то коробка скорее всего он еще естественно это делать как только он такой перебарывает в этот момент когда поехать он начинает смыкать получше у тебя импульс образуется такой что мама не горюй тут вовремя надо отпустить то есть плавности манджаро конечно у него нет так мы изменили диспозицию мне кажется что он заедет даже вот здесь и смотрите как аккуратненько плавно я его остановлю здесь даже на этом вывешивании я это сделаю и вот выравниваю руль и заезжаю ну пипец для робота это охрененно просто если честно я думал что он просто с этой нагрузкой опять начнет типа размыкать или что-то у него пойдет не так но я даже остановиться смог подождать и продолжить движение ну теперь сомнений у меня уже нет все нормально тут все окей это черри потому что это ведет себя по-другому как ты говоришь нет слушай по тому как сюда заезжал это не черри сейчас колесо где было переднее где колесо был сейчас когда я заезжал вот здесь это задняя да вот здесь вот это передняя точно ну теперь главное защищая честь манджаро не переборщить потому что чувствуется можно потому что такой типа так это чё за дела ну-ка погоди такого не должно было это не по сценарию такого быть не должно было ну вы же так считаете сейчас скорее все таки так так погоди-ка то что это за то что такое вот блин коробка передач так ну ты-то тут-то я могу как человек сделать оффрод вы помните здесь еще удерживание в каждом вот этом положении если что типа чтобы не откатываться назад но на джек я тоже не откатился ни разу и все такое ну-ка ну автомат конечно такой типа чел его стаскивает стаскивает резина да оп по базе получше он мне кажется да вообще да и по базе получше потому как будто и ходы что ли побольше что он не вывешивается так но я все равно сейчас соскользнул дальше сейчас я выберу ручной но нет не дай не даст до соскальзывает игл соскальзывает даже мишлен лучше чувствуете или просто реально по базе по габаритам немножко зацепа у игла нет столько сколько у мишки прикол слушайте так как быть я хочу все равно как-то это да чтоб он там уже начал до первая передача нет нет зацепа мы хотим побить рекорд джеку но пока не получается и опоросы ты да жестче так главное не перевернуться называются да в этот момент такой радости я там я заезжаю а блин взрывал потом такой ну он короче у него по зацепу сейчас скользь и вот этому иглу по-любому но тем не менее я постарался я могу я контролирую еще лучше естественно чем джеку потому что он любые откатывания вообще нивелирует такой типа ты здесь ты достиг этой вершины все ты зафиксирована этот результат у тебя уже есть пробуй дальше такой дальше слушайте понятно что здесь контроля больше но там то робот это вообще что-то сотворил наконец-то называется вот это сейчас точно вершины эволюции по приводу среди всего концерна черри это джеку j8 давай теперь на джеку там же ты думаешь а он же это он же проезжал нормально там я сейчас проехал видос будет на два часа не удивляйтесь просто стало очень интересно называется еще это такое неужели наконец-то самом деле у нас действительно битва битва прям крутышей ну джеку ты мне кажется я раньше заруливал ну сейчас после манджара естественно я здесь никак скорее всего не рать я раньше ну что все равно тут он смотри скользко то есть чувство что я кому-то подыгрываю мне прям очень интересно я сейчас прям такой сейчас сейчас я проеду дальше сейчас на этой попробуем ну-ка ну-ка сейчас кто в итоге там победит тот про того и напишите но факт что у нас самый крутой робот абсолютно среди кроссоверов сыпучих условиях чувствуется может ему будет не так да хорошо ну тут слушайте тут черри тига 7 pro max новый уже себя чувствовал некомфортно помните речь и конечно речь и все на роботе вот сразу после автомата возвращаешься и такой блин конечно речь и так ну давай значит минул оффроад слишком рано он это делает ты видишь а вот дерготня да не хватает дерготня начинается типа такой соскальзывать начинает да и у него вместо того чтобы он просто дальше плавно катился он начинает роботом уже играть типа нему не нравится опять минул так продолжаем ух ты я там и я еду ты видишь я еду плавно ты видишь это нет я ну придерживает да но только не так как манджаро это еще какой-то ассистент просто спуска типа подъема я по ходу там по ходу я там бой нет так 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 тихо 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 мы помним чем это заканчивается поэтому мы выравниваем ся уберем угол короче ты понял да 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 чуть чуть резкости ну то есть у него больше ходы получается он меньше вывешивается и база то короче у него что самое интересное там на два этих сантиметрика у него другое перераспределение веса помните часто вам про кроссовер рассказывал у кого на морде много тот сразу типа морду заложил и зад вывешивает а у него чуть-чуть по-другому и он поэтому не так вывешивается не так типа не такие у него какие-то углы но все равно контроля достаточно много для робота естественно как только ему тут вот куда-то там он поехал у него опять эта тяга появилась он меня начал разворачиваться мне бы плавненько дальше продолжать вот в этом вся разница получается у хорошего робота я уже буду однозначно говорит что у хорошего робота с крутым приводом против у крутого автомата с крутым приводом блин вот это не вообще неожиданность ну просто просто вот кто думал что здесь вот так получится я думал это препятствие будет не покорено я об этом уже сказал раз 15 эмоции я блин вообще я так давно не проезжал мне кажется так чтобы ты еще и чувствовал уверенность что ты сможешь то что ты контролишь его все-таки ты контролишь не ты прыг не прыгаешь на нем помните хавал черри да тут были ну нет этого не было ощущение что я тут что-то могу что я давай-ка я еще проеду вон там овощи где жестко этого не было а здесь есть по поводу расходы интересная история если вы будете ехать спокойно вот прям фритме оля за город все-таки больше или либо город у нас все-таки по скоростным дорогам то на одном и том же участке манжаро выиграет со скоростями где-то до 100 110 вот так вот если мкад если мсд даже немножко города и мкад разной степени загруженности но более-менее свободный вот одинаковые условия на двух автомобилях проехали смотрите фотки представляете манжаро экономичнее но если посмотреть в долгую мне кажется в пробках прям в таких городских уже тяжелых тут как раз таки нивелируется преимущество они начинают расходовать примерно одинаково а еще интересная особенность почему это важно потому что на манжаро мы ругались уже что 62 литра бак это очень мало какого блин черта почему вы для такой машины большой не сделали бак 80 ну хотя бы 70 джеку он побольше вроде бы порадоваться стоит но это тоже всего 65 литров они 85 например могли бы сделать могли но для них даже это очень большой бак видимо потом уже не бак увеличивают знаете для дальнобойности а гибридность наворачивают как раз на эти машины вот особенность то что эта машина очень сильно хотела быть манжаро и вообще и как ее главный конкурент задумано говорит и тот факт что у них вот такая схожая деталь есть номерной знак вот наш номерной знак точно также мешает парктроникам как раньше это было на манжаро сейчас такое ощущение что поправили то ли площадку саму вот эту сделали поменьше она тут и так маленько но постоянно он кричит и ругается на этот номер при каждой почти остановке и если вот так посмотреть и вспомнить вообще ассистенты электроникой сколько напичкана эта машина же все-таки по напичкание в этом плане но у этой более правильно все работает она такая знаете еще оставляет вас как был за главного у может если что там по подруливать там еще что-то поделать но лишними срабатываниями как вот это на как будто бы вас знаете очень осторожное если что не зная ваш уровень не зная ничего она вас всегда побережет лишний раз вот дорога идет человек идти будет и дорога с поворотом но какой-то момент вы идете и едете все-таки на человека она уже начнет экстренно пытаться вас там прижимет ремнями такое даст вам понять что только нажми на тормоз все я встану как вкопанное это иногда немножко неприятно но опять же для начинающих водителей наверное это будет такая подсказка и опора пока они не окунуться вот этот мир вождения по полной программе другой вопрос начинающий водитель сядет ли за джей 8 сразу а еще тут электропривод руля не ручная регулировка электропривод вот в таких мелочах как раз таки и чувствуется его какая-то крутость удивление номер один повседневе называется это робот первое опять вспоминая почему я его тогда хвалил однако все равно каждая чувствуется машинка на чуть чуть но отличается вот этой повезло даже еще лучше чем на первом тесте которая у меня была потому что в основных городских скоростях даже на медленных даже в режиме эко он иногда специально даже поддержит передачу не будет туда-сюда вот этой фигней заниматься и вы с тягой продолжите движение что для роботов на маленьких скоростях когда-то там разворачиваешься где-то куда-то что-то там заезжаешь очень важно и тут видно что он тебя поддержит плюс старты то есть это улучшилось есть моменты когда все равно это естественно проигрывает автомату сейчас по пальцам пересчитать роботы которые автомату не проигрывают в спокойствии до вот этих начала движений где-то там движение в пробках прям совсем вот но этот очень близок и это плюс огромный что черри до этого постепенно постепенно дошли а на ходу мы и так знаем что он прекрасен он быстро перещёлкивает передачи он незаметен и согласован с этим двигателем и мы знаем что по нему как раз таки проблем нет потому что это один из самых крутых которых у них есть роботов на данный момент самый крутой 4 один из самых не один-то самый крутой на скорости все становится как вы понимаете еще лучше почему потому что если на стартах он все равно нет нет но где-то там паузу выдаст то на скорости у него уже никаких пауз он максимально быстрый он готов применять свой момент которого много и в гонке вы это уже видеть если манжара берет такой классическим поведением да но тоже нет нет то там почувствуете коробочку как она переключает как она там где-то под задумалась может быть ну естественно не часто потому что один из лучших автоматов у нас все-таки среди всех китайцев так умно не работает мне кажется ни один другой пока что автомат на рынке так что это понятно по шумоизоляции здесь знаете тоже джеку у нас выигрывает потому что в машине действительно тише и это заметно то есть общее впечатление в принципе она где-то местами даже круче чем манжаро единственное чего не хватает сильно возможно но это не всем нужно сто процентов это то что здесь меньше ощущение именно ездовых до хорошая коробочка на скорости расторопная уже до есть динамика но в рулета руль тогда вы забыли как говорится не поднастроить так чтобы он был чтоб он нравился вам однако все равно я повторюсь это сейчас наверное лучшее что есть в концерна черри по совокупности вообще всех факторов того продукта который у них получился он дорогой понятное дело здесь надо было уже показывать но то что они сделали его сильно дешевле иксида это впечатляет это круто это то что действительно за что их надо похвалить ну и собственно вот они пробки вот она стихия манжара началась да потому что здесь я вообще дискомфорта никакого по коробке ни почему не испытываю у меня ничего не будет подъедать момент у меня будут сразу же нормальные хорошие реакции и в этом фишка но правда и расход сейчас тоже поползет наверное даже быстрее чем джеку вверх выводы будут интересны потому что мы сравнили их во многих дисциплинах включая внутренний комфорт включая ездовые какие-то характеристики и дисциплины и где-то выиграл манджара где-то выиграл джеку и что самое парадоксальное даже там где я думал что будет выигрывать манджара не было этого настолько как минимум такого большого разрыва там где думал что провалит вообще все в принципе джеку это круто мы хотели посмотреть насколько его позиция в рейтинге номер три заслужена ну что ж я могу с полной уверенностью сказать что именно там ему и место потому что ну блин то что он сегодня показал это еще до сих пор эмоции живы потому что записываем сразу после оффровода во всем остальном много где естественно классический автомат имеет преимущество время езды но настройка этого робота она одна из лучших в принципе тех что сейчас есть хватит ли этого чтобы ворваться на первую позицию ну что ж надо чтобы он показал себя по надежности как-то да еще более-менее ну и посмотрим что будет они же скоро поставят туда автомат главное чтобы не было так же как стейк селем пока все остается на своих местах потому что естественно га г с 8 хоть и 7 мест но вы понимаете что среди 5 местных это номер два и не так и далеко если честно от номера один по большинству по совокупности качестве надежность надо доказать но ее если честно надо доказать и манджан все-таки еще не такие грандиозные пробеги у всех и вот на этой ноте мы завершим обязательно ставьте лайк если вам понравилось если вы переживали также как я руки не трясутся у вас по ту сторону экрана нет вот здоровья вам выбирайте автомобили который вам действительно нравится и до новых встреч пока